Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Селезрителям мы выучим с вами новую тему, тему глаголы, а помогать мне в этом будут мои ученики. Давайте запишем тему урока, глаголы. Давайте закреплять. Молодцы, запишем первое слово. Слово «оку» имеет два значения, учиться и читать. Давайте закрепим. Молодцы. Следующее слово «кездесу». Слово «кездесу» переводится как «встречаться». Давайте закрепим. Кездесу. Также это слово можно употреблять как существительное, за отъездом «встреча». Ну а мы продолжаем. Карсаалу – «встречать». Давайте все вместе. Карсаалу. Карсаалу. Следующее слово «даиндалу». Слово «даиндалу» переводится как «готовиться». Давайте закреплять. Дайндалу. Дайндалу. Куэрсиэту – «показывать». Давайте повторять. Куэрсиэту. Куэрсиэту. Давайте все вместе синхронно. Куэрсиэту. Куэрсиэту. Молодцы. Продолжаем. Следующее слово «жаберу» – «отправлять». Запоминаем «жаберу». И продолжаем. Ойнау – «играться». Давайте вместе. Ойнау. Ойнау. Следующее слово «кэру» – «входить». Учитель зашел в класс или в школу. Давайте закреплять «кэру». Заходить. Кэру. И следующее слово «антоним». Шэру. Кто знает, как переводится слово «шэру»? Выходить. Совершенно верно. Кэлю. Прийти и повторяем. Кэлю. Кэлю. Кэту. Уходить. Давайте закреплять «кэту». Кэту. Молодцы. Ну и, конечно же, «бару». Идти. Давайте все вместе «бару». Бару. Следующее слово «жасау». «Жасау» переводится как «делать» либо «создавать». Давайте все вместе. Жасау. Жасау. Ну и не забудем про слово «бастау». Начинать. Давайте закрепим «бастау». Бастау. Жату. Лежать. Давайте повторим. Жату. Жату. Ну и не забудем про слово «уихтау». Спать. Давайте закрепим «уихтау». Улиткау. Нет. Давайте все вместе. Улиткау. Улиткау. Следующее слово «брать». Алу. Давайте закрепим «алу». Алу. Антониум к этому слову «беру». Кто знает, как оно переводится? Отдавать. Совершенно верно. Дорогие телезрители, мы учим эти слова. Без болсы сделда. Жатай нас диме. Келесы сез. Жаттау. Учить. Давайте закреплять. Жаттау. Жаттау. Молодцы. Ну что, дорогие телезрители, мы закрепляем новые слова и вспоминаем грамматику. Настоящее время делится на два вида. Накосы шаг, аус полоусы шаг. Образуется путем прибавления к основной форме глагола суффиксов а, е и краткое, или суффиксов п, оп, э вместе со вспомогательными словами утр, жатр, тор. Также к вспомогательному глаголу могут присоединяться окончания личного местоимения. Жык так жалгауа. Мысала. Мен жазап оттерман. Мен жазаман. Я пишу. Келершак. Будущее время. Келершак. Будущее время. Имеет три вида. Булжам да келершак. Предположительно, будущее время. Аус поло келершак. Переход на будущее время. Максат да келершак. Будущее время. Цели. Употребляется как в настоящем, так и в будущем времени. Образуется от диепричастия с суффиксами а, е и краткое, и личных окончаний. Мысала. Бараман. Пойду. Харайман. Посмотрю. Келеман. Приду. Уиткиншак. Прошедшее время. Бывают двух видов. Жидель уткиншак. Очевидное прошедшее время. Образуется путем прибавления к основной форме глагола суффиксов дэдэ, тэдэ и личных окончаний. Барамангавиткеншак. Давно прошедшее время. Образуется тремя способами. Первый способ. Основной глагол. И причастный суффикс ганген. Вместе с помогательным словом екен. Для усиления значения. Масала. Асраган. Воспитал. Асраган екен. Воспитал. Второй способ. Основной глагол и причастный суффикс ганген. Вместе с личными окончаниями. Масала. Мен асраганман. Я растил. Сен асрагансын. Ты растил. Сэс асрагансыз. Вырастили. Третий способ. Основной глагол и депричастные суффиксы. Па-эп-эп. Могут добавляться личные окончания. Масала. Асрап-пн. Вырастил. Ол асрап-та. Он вырастил. Здесь после депричастия третье лицо имеет личные окончания. Т-т-да-да. Которые по форме напоминают суффиксы прошедшего времени. Ну что, дорогие телезрители, я думаю, вы вспомнили данную тему. Ну а сейчас поделим времена на каждого ученика. Лера, вам достается прошлое время. Алина, вам достается настоящее время. Ну и Мюльдар, вам достается будущее время. Дорогие телезрители, стоит отметить, что мы записывали глаголы в неопределенной форме. В прошедшем времени будет? Курситэм. В настоящем времени? Курситэм. Мюльдар, в будущем времени? Тоже в курсе темы. Да, остается как в курсе темы. В формировании будущего времени нам помогает буковка А, Е или и краткая. Мы продолжаем слово Жил, кушать. В прошедшем времени слово Жил будет? Жидом. Совершенно верно. В настоящем времени Алина? Деп, Отерн. Мюльдар, как же будет в будущем времени? Жеймин. Жеймин, так. Следующее слово ЖАТАУ. Учить. Давайте закреплять во времени. Жатададам, выучил. Угу, совершенно верно. Жатаб, Жатарман, учу. Угу, хорошо. Жатаймын, выучу. Угу. Следующее слово КИЗДЕСУ, встречаться. КИЗДЕСТЕМ. КИЗДЕСТЕМ, хорошо. КИЗДЕСЫП, Отерман. КИЗДЕСЁП, Отерман. КИЗДЕСЯМ, встречусь. Хорошо. Ну, а теперь наглядно закрепим на примере. Давайте начнем в прошедшем времени. Теперь на этом примере давайте в настоящем времени. Ну и в будущем времени я буду учить стихотворение. Переводится как... Ну что, дорогие телезрители, сегодня мы выучили новые слова и закрепили тему глагола. Ну а сейчас настало время познакомиться с гостем программы и получить новую и полезную информацию о казахском языке. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...